Что вообще для маленького ребенка, для младенца или новорожденного является фундаментом, основой его здоровья? Материнское молоко. Естественно, кормление должно быть материнским. Контакт с родителями, в первую очередь с матерью, кормление грудью. Это, конечно, мама. Это, в том числе, грудное кормление. Ну, я думаю, что очень важно для ребенка, когда мама с самого начала кормит его грудным молоком. И, естественно, любовь, забота родителей, это все в комплексе, ну, дает хорошую руку, потому что ребенок будет здоровым, крепким иммунитетом. А вы сами кормили грудью? Конечно. Поэтому дети у нас здоровые. У меня сын, сын, закончил медакадемию, теперь врач, доктор, хирург. До года и двух месяцев кормила я ребенка. И как-то он и не болел, и ничего. Кормила грудью, ну, да, определенного возраста. Да, кормила грудью. Обеих своей дочери. А роддом как-то влиял на ваше решение о кормлении грудью? Или вам врачи, что-то иное совет, которые помогали? Конечно, на предродовых осмотрах были рекомендации кормления грудью. Готовилась к кормлению грудью. Мне кажется, что в большей мере зависит от дома, потому что, поскольку мама сама имеет некое там представление и некую базу, да, в зависимости от этого будет у нас слышать одни, или будет других. Но вот там, где действительно имеют это место, где сходятся многие дорожки, это роддом. Ну, медики, мне кажется, они должны в роддоме объяснять, то есть, как это правильно делать. Вот в моем роддоме был специалист по грудному скармлению. Это и советы мамы, советы свекрови. Для меня это норма, так делали мама, моя бабушка. Конечно, он, как я его учила, дети поступают, как их родители. Как родители учат, так и мой сын, так же он будет своих детей учить, поэтому все прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok